Венчание 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 Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И так два любящих сердца, два любящих супруга соединяются с Богом. И вот восполняют и становятся подобными троиц. И таким образом, уподобившись Богу, как мы помним, могут войти и наследовать Царство Небесное. Поэтому через таинство венчания человек, как и через любые другие таинства, получает благодать Святого Духа, без которой он не может пойти ко спасению. Таинство венчания дает возможность двум людям свою любовь сохранить не только на промежуток временной жизни. Неважно, даже если люди там восемь-сто лет, может, в браке проживут, все равно рано или поздно это кончится. Но дают благодати Святого Духа быть вместе и вечности в Царстве Небесном. Причем, как мы помним, в последние времена будет воскрешение в теле. Помним видение пророка, как вот кости собираются, обрастают плотью, как люди восстают. Поэтому тоже, конечно, уже вот это единство, единство супругов, это не только символическое единство душ, а это единство телес. Именно поэтому не нужно считать и вообще как-то даже озабачиваться вопросом, что какие-то физические контакты, взаимоотношения между супругами могут иметь какую-то скверну. Нет, этой скверны нет, потому что по учению церкви муж и жена – это одна плоть. Как сказано, посему оставят человек отца и мать, и прилепиться к жене своей будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И евангелист Матфей делает акцент в словах Христа, что именно речь о плоти теле, потому что в другом месте, увы, Господь говорит, что будет последние времена, придет Господь судить мир, и будут двое на ложе лежать муж и жена, и один возьмется в Царствие Небесное, другой оставится в погибель. Поэтому, конечно, душа человека остается свободна. Человек не привязан друг к другу обязательно душой, и если один хочет идти к Богу, а другой нет, то другого человека не заставят Господь в свободу человека ценит. Но плоть уже одна. Все-таки, поскольку слово венчание прозвучало, то мы вспомним, почему с 7 века венцы стали возлагать. В память как раз о мучениках. О мучениках, в том числе о мучениках севастийских, которым Господь с небес подает венцы как награду. Что такое спасение человека? Это унаследование Царствию Небесного. Господь Евангелий только говорит, уподобилось Царствию Небесное, уподобилось Царствие Небесное, и потом не рассказывает, как там будет хорошо, а через какую-то притчу показывает, как этому Царствию Небесному прийти. И таким образом Господь, возлагая венцы через руки священников во время таинства брака, показывает, вы уже вместе приуготовляетесь к тому, чтобы вместе наследовать Царствие Небесное и вместе там править со Христом. Кроме того, мы должны вспоминать образ брачного пира. Царствие Небесное в Евангелии уподобилось брачному пиру, и Господь созывает всех. Одни говорят, нет у нас недвижимость, там дома, нет у нас там наши валы или наши мерседесы или еще что-то, или нет. Даже, увы, люди говорят, вот у меня жена, вот я собираюсь жениться, поэтому я на твой брачный пир, Господи, не приду. Это как раз говорится о тех людях, которые дьявол затуманил их разум, и они говорят, ой, мы так любим друг друга, что Бог нам не нужен, Божьи заповеди нам не нужны. Это безумие, потому что абсолютная любовь возможна только с Богом. И Господь показывает, что это неуважительная причина. Если ты хочешь любить человека всецело, тебе нужен источник божественной любви. Вся любовь в человеческом сердце рано или поздно закончится, если не будет непрестанно подписываться Христа. Поэтому мы и знаем, что супруги, какой помимо возложения венцов, очень важный символический момент в состоянии брака. Это чаша с вином, которую супруги трижды пьют и тем самым говорят, Господи, мы не ждем брачного пира в Царстве Небесном, чтобы потом когда-то с тобой пировать. Мы будем приходить и участвовать в Божественной Евхаристии, причем не один раз, а эта троекратность показывает, будем снова и снова вместе причащаться, вместе стремиться к тебе, чтобы уже вместе с тобой в вечности быть на брачном пире в Царстве Небесном.